Есть такая договоренность международная, она даже не письменная, но придерживается абсолютно всеми, что такие объекты не участвуют в военных действиях. Это настолько опасно, что пытаются по умолчанию обойти эти объекты для того, чтобы ни в коем случае не повредить. А само размещение людей в форме говорит о том, что мы имеем дело абсолютно не со страной, которая может быть стороной МАГАТЭ или также полноценно эксплуатировать ядерные объекты. Мы имеем дело с террористами. Если, например, говорить про людей в форме, мы понимаем, можем их идентифицировать, то там есть люди, насколько я понимаю, из Росатома, то есть это гражданские, которые приехали, эксплуатируют, захватили наш объект. И это уже стопроцентно можно констатировать, что это люди, которые без опознавательных знаков являются там незаконно, их наша национальная энергетическая компания Наргата не приглашала туда. И это стопроцентный акт терроризма, у которого есть имена, фамилии и, соответственно, должны быть последствия. Поэтому это первый факт констатации. Какие угрозы? Угрозы, во-первых, эксплуатационные, то есть насколько наш украинский персонал может осуществлять полноценную безопасную эксплуатацию ядерных объектов. Пока сложно сказать, насколько он задействован. Есть информация, что люди отказываются работать, поэтому и подвозят непосредственно товарищей из Росатома, которые пытаются эксплуатировать объекты и похожие атомные блоки. Это второй момент. Это действительно вопрос по военным действиям на этих объектах. То есть размещение военной техники и использование военной техники с ядерного объекта недопустимо абсолютно. И россияне там ставят эти объекты специально, понимая, что украинская армия не сможет стрелять в ответ. То есть это характерная для них тактика. Они размещают в школах, больницах, а теперь на ядерных объектах.